Новый, современный, построенный из высококачественных материалов, второй корпус детского сада «Бобренок» отвечает всем стандартам качества. Он вмещает 140 детей. Здесь создано 6 групп. В каждой группе игровая и спальная зона, санузел, раздевалка. Все помещения просторные и светлые. Отделка выполнена в светлых, приятных тонах с использованием натурального дерева. Построена с душой и с умом. С удовольствием будем вводить сюда детей. Здесь приятно находиться. Желаем развития, чтобы педагоги раскрыли наших детей и скрытый потенциал. И пусть растет подрастающее поколение достойное. Растить достойное подрастающее поколение в детском саду «Бобренок» будет профессиональный штат воспитателей. Каждый мастер своего дела. Детки уже успели со всеми познакомиться и оценить свой новый второй дом. Здесь хорошие группы. Здесь все красиво. Шторы очень яркие. Тут очень много красиво. Тут хорошие стулья. Тут все хорошее. А воспитатели здесь хорошие? Да, конечно же. Подобных современных детских садов в жилом комплексе «Восточная Бутова» должно быть шесть. Именно такое количество дошкольных учебных учреждений поможет выровнять ситуацию с нехваткой мест и очередями. У нас молодые микрорайоны, в которых проживают молодые семьи, у которых детки подрастают. Это наше поколение. Мы, конечно, должны принять все меры для того, чтобы они могли быть устроены в детских садах, родители могли продолжить работать и реализовать намеченные собой цели, планы и задачи. Поэтому для нас стоит приоритетная и важная задача именно создать комфортную и благоприятную среду у нас в Ленинском городском округе. Торжественное открытие детского сада посетил легендарный хоккеист, депутат Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов. Он отметил, что в Ленинском городском округе сдаются самые современные школьные и дошкольные учебные учреждения. В Бобренке его впечатлил просторный физкультурный зал. Могу сказать родителям сегодня, это очень важно им сегодня услышать, что ребенок, систематически занимающийся спортом, с дошкольного возраста, к 12 годам уже вырабатывает иммунитет ко всем стимулирующим моментам. То есть ребенок не притронется ни к алкоголю, ни к табаку, ни к наркотикам. Это такая профилактика, которая всем понятна и нужна. Поэтому, да, для того, чтобы у детей был интерес к спорту, нужны вот такие условия. В этом году в Ленинском городском округе было открыто три детских сада. До конца 2019 года в микрорайоне Преград Лесное в своей двери распахнет еще один. А в году грядущем в муниципалитете планируют создать пять дошкольных учебных учреждений. Я в целом рад за микрорайон, за рабочий поселок Боброво, потому что этот год для вас урожайный. Мы открыли, Вячеслав Александрович, вы правильно сказали, одну из лучших и больших школ здесь буквально с вами в сентябре на День знаний. И сегодня мы здесь с вами продолжаем систему развития дошкольного образования. И наши воспитанники, бобрята, конечно же, нас будут только в этом радовать. Комплекс детских садов «Бобренок» – лишь начало масштабного проекта по строительству дошкольных учебных учреждений в рабочем поселке Боброво. На следующий год запланировано строительство еще одного детского сада. Все это поможет, наконец-таки, избавиться от очередности. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.